Всем здравствуйте! Сегодня я отвечаю на письмо своей подписчице, даю комментарии, вместе разбираем историю. Она вообще на самом деле просит взгляды со стороны совета. Если вам такое нравится, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте, отправляйте своим знакомым. Всем интересно это послушать, узнать много полезной какой-то информации. Итак, здравствуйте, Галина! Благодарю вас за интересный контент, очень много узнала о Турции, о психологии, о мужчинах и именно от вас. Хочу поведать свою историю, слушать ваши рекомендации. Мы познакомились с Турком на просторе инстаграма. Мужчина очень обеспеченный, видно, не обделен женским вниманием, демонстративно и достаточно нарциссично себя показывает. По сути, инициатором нашего взаимодействия была я. Подписана на него уже 5 лет и ставила ему лайки. Он не обращал внимания, так как я не модель, какой-то сверх привлекательности и внешности не обладаю. Короче говоря, обычная девочка для него. В отличие от него, он очень красивый, помимо этого еще и богат. Подписан на всяких моделей, знаменитостей. Кстати, они на него подписаны тоже, что говорит об определенном его уровне. За последний год проделал огромную работу над собой, начиная от духовного развития и заканчивая внешностью. Соответственно, контент в инстаграм тоже у меня изменился. И этот мужчина заметил меня и написал восторгающиеся комментарии моей гибкости, моему умению делать шпагат в кавычках. Потому думал, что я гимнастка. В общем, клюнул он чисто на мои спортивные навыки. Начали созваниваться, общаться в телеграме, обмениваться фото и видео. Предлагал мне прилететь в Стамбул, но так как я из Украины и нахожусь в Европе, я не могу поехать в страны вне ЕС. Поэтому он сказал, что будет навещать меня он. Ну, неплохо. На его вопрос, останусь ли я с ним в отеле, по его приезду я ответила утвердительно. Не вижу смысла манипулировать постелью, так как его и так девушкой балуют. Не думаю, что манипуляциями привяжешь человека к себе. Я, кстати, с этим тоже, ну, про манипуляции согласна, что это не самое лучшее, что нужно, как бы, с чего начинать. Я не думаю, что это его как-то привяжет ко мне или разбудит в нем какие-то чувства. Так как ему 31 год, смею предположить, что он еще ищет девушку уже для семьи. Вопрос. Будет ли мужчина-турок рассматривать девушку как потенциальную кандидатуру на руку и сердце, которая быстро с ним соглашается на постель? И второй вопрос. Насчет подарков. Он спрашивает, что бы я хотела, чтобы он купил, так как мужчина обеспечен и не будет ли наглостью попросить что-то из техники, например, айфон. В целом интересно ваше мнение об этой ситуации. Я вообще, давайте начну отвечать на вопрос немножко по-другому. Про вообще естественность этих отношений и общения. Мы всегда, конечно, вступаем в отношения по нашим запросам и потребностям. Но истинная ли это любовь, вообще чувство внимания? Потому что я старалась для того, чтобы на меня обратили внимание. Я пять лет за ним следила. Я ему другая, вот естественная, какая я была, была не нужна. А когда я себя изменила, прокачала, я не говорю, кстати, что вы это для него специально, например, сделали. Может, у вас такой период в жизни. Вы как-то вообще, не знаю, раскрылись. Сама оценка подросла и так далее. В общем, он у меня вот такую другую заметил. Здесь же вопрос в том, что внутри-то человек остаётся тот же самый. Но из-за, например, внешности, неинтереса какого-то раньше, он не мог в это копнуть и посмотреть, какая я на самом деле. А теперь у него будет на это шанс и возможность. Потому что я изменилась. Здесь вопрос не к нему, а к вам. То есть вы, это уже не очень здоровая история, да, что я пять лет смотрю за этим, мне это интересно, я прикладываю усилия. Что вы с ним можете пообщаться, это хочу вас предупредить, он вам станет неинтересен, скорее всего. Вы в нём можете разочароваться. Или, условно, этот прекрасный, красивый, там, нарцисс недоступный и так далее окажется абсолютно с простым человеком. Не знаю, напьётся где-нибудь в ночном клубе с вами. Да, тебе так, не знаю, его стошнит там, не знаю, на улице или ещё что-то. Он, мне кажется, быдлогопником на самом деле за вот этой вот красивой внешней оболочкой, там, культурой какой-то и всё прочее. То есть разочарование, скорее всего, ну, это я очень часто про такое слышала среди моих даже подружек, знакомых и так далее, это часто наступает. То есть мы себе создаём определённый образ. И мы, кстати, к этому образу тянемся и создаём себя. Вот то, что вы сделали, да, вы как бы дотянулись до него, назовём так, смогли обратить его внимание на себя. Я вижу цель чёткую — выйти замуж. Он же для серьёзных отношений как бы ещё, ну, вы-то отмечаете, да, и ваш вопрос как бы, а что там у нас с постелью, будет ли он рассматривать серьёзно? На самом деле здесь вопрос, то есть я сразу говорю, что это не про здоровые любовные отношения, а про цели, про закрытие потребностей, по поводу самооценки, понимаете, да, то есть вы уже готовы нам что-то соглашаться, на что-то закрывать глаза, чтобы он был рядом и так далее. В общем, короче. Это про достижение, про достигаторство, а не про стечение такой приятной обстоятельств, что-то такое лёгкое и очень естественное. Это неестественное начало отношений. Соответственно, я к тому введу, что и потом проблемки в отношениях могут быть, например, как разочарование. Честно скажу, начинать отношения с манипуляцией, у неё смысла нет. Поверьте, если у него есть всё и доступ к девушкам, у него нет такого будет трепетного отношения, например, к той же постели. Если кто-то скажет, ну, вот если ты с ним спать не будешь, то его как-то зацепишь, ты будешь интересна, не такая, как все они. Ну, окей, на время. Но когда он это получит, понимаете, интереса может не появиться, и он тоже может разочароваться. А вы скажете, ну, тогда уже чувства появятся. Но смотрите, когда нам надо прилагать усилия, это не про любовь, это про манипуляции изначально. Я делаю так, витейвато, скрыто, неважно как, чтобы человек не понял, что им управляют его чувствами, эмоциями, и он это в итоге выдаёт мне то, что мне хочется. Но это не про любовь, это про достижение цели. Будет ли вы потом с таким результатом счастливы? Потому что у него будет, мы не все не идеальны, у него будет куча всяких минусов, на которые вам захочется и придётся закрывать потом глаза, дабы не разочароваться и не отступаться от своих целей. И вы будете просто, ну, получите то, что вы хотели, такого классного ещё какого-то, с кучей минусов, которые вам не нравятся, и ещё дальше. И будете вот несчастным, например, недовольным человеком, недовольным результатом, но себя саму обманывать, что-то всё окей, нормально, и как бы успокаивать себя этим. Ну, счастье это не придаст, кучу детей от него нарожаете, будут у вас, например, деньги, но ещё вы будете недовольны в итоге. Ну, я к тому, что такое может быть. Про постель. Короче, это зависит от человека, я не могу дать конкретных каких-то рекомендаций по поводу менталитета, и вот он турок. Знаете, это манипуляции, раз. А два, не частями тела своих манипулировать нужно своими, тогда уж давайте про манипуляции мозгами. Надо быть интересным человеком, интересной личностью, с которой есть о чём поговорить, или вы будете с ним разделять его какие-то интересы. Вот это его зацепит больше, чем недоступность вас в постели, например, чем вы с этим будете тянуть или ещё что-то. Там всё очень просто. Чего он там, короче говоря, не видел? При деньгах, которые может себе многое что позволить, это не, знаете, не сытый мужчина, который на любые кости кидается, чтобы у него хоть что-то было, с кем-то ему условно переспать, его так воспитали, религия, ещё что-то, какие-то там каноны из семьи. Вот такими можно манипулировать в постели. У мужика, у которого всё есть, ему эта постель шла и ехала вообще. А ему нужно другое, ему нужно общение духовно. Я больше скажу. Вот, ладно, опять назовём видео «Учу плохому». И это не только касается турка, а любого другого человека. Если вы хотите запасть в душу к человеку, остаться в его памяти, заинтересовать, проникнуть, вызвать какие-то чувства к себе, я вам могу сказать одну важную манипуляцию. Изучите его слабые стороны. Изучите его проблемы. И когда вы ему сможете эти проблемы закрыть, ему кроме вас больше никто не будет нужен. Понимаете? Вот это самая страшная манипуляция. Так очень умные и мудрые девушки поступают, которые не глупые, которые хотят не только вершки. Хочу, чтобы мной только занимались. Умные, прошаренные женщины, скажем так, опытные, они так делают. Не находят слабые стороны, их закрывают мужчине. Его потребности, которые ему не смогла закрыть мама, папа, другие девушки, женщины. Найди эту иголку, короче, в яйце, в стоге сена Кощееву смерть. Вот у тебя она будет в руках, ты будешь нужна. Мы все слабые. Мы все вступаем в отношения, любим по закрытию потребностей. Потом наши потребности могут меняться, они могут закрываться, появляться новые. Но изначально мы на это смотрим. И поэтому, если вы поймете, в чем его слабость, в чем его проблема, это душевные разговоры про жизнь, про цели. Не вот эта нарциссическая оболочка кукольная, которая у него сейчас есть. Залезьте к нему в душу, постарайтесь. Найдете какие-то моменты душевные такие. Так вы можете проникнуть. Если мы про манипуляции. Но я сразу говорю, что я против манипуляций вообще. Это не естественно. Короче, манипуляции это можно делать. Вы получите результат. Но очень часто вы своим результатом в итоге будете недовольны. То есть этот результат не сделает вас счастливым. Если мы говорим о том, что моя цель по жизни не выйти замуж за богатого мужика или еще как-то там за кого-то еще, не знаю, карьера там, по головам всем пройти, но карьеру сделать. Нет. Если у меня категория такая, что счастье, я хочу быть счастливым человеком. Моя цель в итоге стать счастливым. Понимаете, просто выйти замуж это конечная цель. Вот с такой постановкой вопроса вы счастливы никогда не будете. Ну, вы идете замуж. Дальше-то что? Вы будете говорить, ну вот процесс, буду жить, наслаждаться жизнью. Да, не факт. Потому что если вы идете конкретно цель выйти замуж, цель вы на что-то закрываете, скорее всего, глаза, чтобы в розовых очках видеть своего партнера, чтобы в нем не разочароваться, с ним не поругаться, не вызывать конфликтов. Скорее всего, что-то подавляете, терпите. И когда вы цель своей добиваетесь, у вас разочарование происходит, скорее всего, опереоценка какая-то. Ты такая, блин, ну не такой классный, не такой замечательный. Вам, скорее всего, приходится мириться с чем-то, с чем вы недовольны. Что на заднюю уже не дашь. Жалко уже, страшно одной, не хочется оставаться. И вот мы терпим. Я говорю, вот в этом процессе, пока ты терпишь то, что ты не хочешь в жизни, то и счастливым тебя это делает. Скорее всего, нет, к сожалению. И ты, например, остаешься со своей целью, вышла замуж, но замужем ты несчастлива. Это до конца не удовлетворяет твои потребности, там еще какие-то взгляды, то, о чем ты мечтала. Следующий вопрос про подарки и айфона. Я бы не стала ни в коем случае так поступать, потому что, ну, во-первых, вы показываете свою вот эту заинтересованность в том плане, что, ну, условно, раз вы себя образ какой-то создали и себя изменили для того, чтобы его заинтересовать, какой-то уровень определенный, при этом социальный тоже, да, должен быть, получается, ему подстать хочется, видеть с собой женщину. Ну, этот запрос о айфоне, ну, во-первых, Турция – самые дорогие телефоны айфона в мире, у нас самый высокий налог, то есть ему покупать это кто-то где-то за границей, вам есть смысл, это раз. Второе, он вас вообще не знает, мало знает, и, скорее всего, вы этим отпугнете его. Второе, третье, это явно прослеживается какая-то меркантильная материальная заинтересованность, я понимаю, что для него это может быть не деньги. Абсолютно. Он легко. Но это сразу будет видно, что вы продаетесь за айфон, понимаете? Если вы попросили айфон, и тут же в постель с ним вечером легли, то тут точно ничего серьезного не выгорит, тут манипуляция, не манипуляция, он прочитает, просто очень отдалась за айфон, как бы, какие вообще вопросы могут быть. И вообще, вам человек нужен или айфон? Если айфон, мы идем, работаем правильно, зарабатываем, мы себе сами покупаем. Это будет даже приятнее, когда ты сам себе это заработал, ты будешь повышать свою самоценку, с собой огородиться в этот момент. Но про него ничего серьезного, сразу говорю, не выгорит. Он нас читает вот таким образом. Он вам его купит, в Абе воспользуется, это, наверное, скорее всего, будет. Ну, парочку встреч ваших больше потом. Ничего серьезного точно не будет. Поэтому вы смотрите подарок, спросите что-то турецкое, традиционное, сувенирное, туристическое, что-то такое. Короче, ну, не прям безделушку, ценность может какую-то. То есть, понимаете, вы ему можете, вы ему, во-первых, не должны четко просить, что вам нужно, а дать разбег какой-то. Попросите в Турции украшения, попросите ювелирное украшение. Зачем, блин, айфон? Что-то на память от тебя приятное, что меня согреет, если у вас там романтик, да, какое-то общение, чтобы я могла приезжать к своему сердцу. Вот я, например, люблю подвесочки, не знаю, колечечки, вот так это, сережечки там люблю, или что-то вот так это должно, понимаете, выглядеть. А в какую цену он это отметит, купит он это настоящая подделку брендовую, или просто это уже от него будет зависеть. Дайте ему разбег. Вы посмотрите, что он вкладывает, когда он вам это подарит. Наличие денег, это вообще никогда не показатель того, что человек щедрый, готов деньги тратить. Если вы хотите просто себе айфон поиметь, ну попросите его, но с этим мужчиной будущего, скорее всего, у вас там не будет. А если вы хотите какие-то более-менее долгосрочные отношения, вы их в них вообще заинтересованы, то тогда вам нужно что-то дать ему, какое-то право выбора, разбег про подарок. Не конкретно, вот хочу себе айфон 15 Pro Max, например, или хочу себе бриллиантовое колье на шею, и так в 32 карата сразу мне, да? Просто дай ему, ну привези какое-нибудь, не знаю, там, что ты любишь. Мне будет приятно, с чем я буду пользоваться постоянно, тебе вспоминать, раз у вас романтика, вот, например, украшение какое-то. И посмотрите, что он вам привезет. И вы как раз заодно считаете, что он готов вкладывать, щедрый он, нет, что это вообще может быть. Если у него есть деньги, он не пожалеет их, и купит то, что, там, не знаю, ему будет, понимаете, было бы такому человеку, тем более нарциссичному важно, что о нем думает, он будет дарить и стараться подарки дорогие. Поэтому купит он вам дорогое, скорее всего, колье, колечко там или сережки какие-то, он туда вложится. Ай, короче, знаете, за айфон, ну, такая себе история, она уже себя компрометирующая сразу, да, поговорящая ни о чем серьезном. А вообще, я бы вам до этих встреч посоветовала для себя самой пончо, я от него хочу. Зачем он мне нужен? Он там ни зачем. Потому что пять лет вы за ним следили, себя меняли. Вот цель-то какая конечная? Просто выйти за него замуж, например, хорошая цель, к ней можно прийти. Для этого нужны манипуляции. Но хитрые, прошаренные, как я вам говорила, когда в душоночку надо к нему, в душечку залезать, там ковыряться, да. Быть такой, как все остальные вокруг, этого ничего не зацепит. Вот попросить айфон, это быть, как все остальные вокруг. Так что делайте выводы сами. Ничего после айфона серьезного, скорее всего, не будет. Это вот такое пресное вообще во всем мире про айфоны эти. Столько всяких сказываний уже есть, да. Говорят об этом шуток, прибауток различных. Ну, такое себе, короче. Это показать себя с определенным запросом и интересами, и возможностями, что я могу сама тебе дать. Вот. Напишите в комментариях, какие, может быть, советы можете девушке дать, как бы вы поступили в подобные ситуации. Я всегда за естественные отношения, за чувства. Да, его обратить на себя внимание можно, но я считаю, что надо быть интересным человеком без манипуляции это делать. Манипуляции вы этим сами потом со временем устанете. Вы окажетесь неудовлетворены просто. Вы устанете манипулировать, вам захочется естественных чувств и эмоций, а когда-то условно вы там выйдете, например, за него замуж, будет огромное у него, и у вас разочарование. Он поймет, что им манипулировали, а вы поймете, что вы устали манипулировать. И будет два человека, которые друг друга не любят, просто устали друг от друга уже, и отношения, наверное, закончатся. Очень часто просто отношения с манипуляциями развиваются вот так. Будьте, пожалуйста, осторожны, у вас есть шанс этого не допустить до этого, тем более первая встреча. Просто оставайтесь с собой искренней, веселой, не знаю, доброй, мужчина таких очень любит открытой. Незапарной, скажем так, приятной. Если пробежит искра, то будет классно. Спасибо всем за внимание. Если кому-то нужна моя консультация личная, то в инфобоксе под видео есть моя почта, пишите туда, тема письма, консультация. Кто хочет прислать свое письмо для вот такого ответа в видеоформате, то нам тоже на почту напишите историю от анонима, я ее опубликую, если она будет интересна и не будет повторяться, как другие какие-то истории на канале. И если вы отправляете другим блогерам, то мне отправлять историю не нужно. Если вы отправили, то она будет опубликована, обратного хода нет. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.